Приветствуем зрителей нашего канала, в эфире Радио Архетип, меня зовут Катерина. Под недавним видео о том, кто считает себя интровертом, один из наших подписчиков оставил вполне закономерный вопрос. Вопрос звучит так. Как определить признак экстраверсии и интроверсии, когда у субъекта акцентуирована творческая и экстравертная, а не базовая интровертная функция, ну или наоборот? Действительно, экстраверсия и интроверсия это такой признак, проявление которого довольно сильно зависит от баланса функций в типе. Мы уже многократно говорили о том, что этот самый баланс функций, штука очень индивидуальная, что есть большое количество вариантов проявления одного и того же типа, вариантов наполнения одного и того же типа. Могут быть самые различные акцентуации и вот такие причудливые формы, по которым проявляется тип. И определяя экстраверсию и интроверсию, это все нужно учитывать. В общем, в целом это признак такой, его видно при типировании, его можно определять довольно хорошо, но чтобы не возникло путаницы, мы используем для определения экстраверсии и интроверсии три основных параметра. Вы так или иначе о них слышали, но давайте подведем это под некую общую схему. И первый признак такой самый зыбкий и самый ненадежный, но который тем не менее можно использовать в комплексе с основными, и вы слышали о нем огромное количество раз, это невербальные признаки. Что под этим имеется в виду? Это мимика, жесты, темп речи, громкость голоса, общая энергичность, ну и такие другие косвенные поведенческие маркеры. Понятное дело, что если перед нами экстраверт, а экстравертная установка это установка психики на внешний мир, экстраверты чаще, у них более размашистые жесты, они разговаривают громче, темп речи у них быстрее. Очень часто, если мы, например, смотрим какое-то интервью, экстраверты по ходу интервью только сильнее и сильнее разгоняются, речи становятся все громче, жестов становится все больше. И взаимодействие с внешним миром, с публикой, с человеком, с которым этот экстраверт общается, этого становится все больше, потому что человек очень активно себя во внешний мир транслирует. Если перед нами интроверт, ну мы сейчас рассматриваем такие крайние и очень яркие проявления экстраверсии, интроверсии, именно невербальные. Имейте в виду, опять же, что всегда есть нюансы. Так вот, если перед нами интроверт, здесь обычно жестов очень мало, мимика намного более спокойная, темп речи, опять же, намного спокойнее, голос более тихий. И очень часто с течением интервью интроверт становится все тише, все тише и замыкается в себе все больше. Это такие яркие и каноничные проявления экстраверсии, интроверсии. Но почему этот признак ненадежный? Любой человек, любой экстраверт может устать, у него может быть не самый лучший день, не самый лучший период в жизни. И в таком случае он может стать тише, спокойнее и замкнутие. То же самое бывает с интровертами. У них, наоборот, может быть высокая психосовская эмоция, может быть какой-то такой период активности, когда интроверт проявляет себя как-то ярче. В целом, даже если перед нами спокойный экстраверт или оживленный интроверт, при некотором опыте вы все равно сможете увидеть, куда все-таки человек направлен больше, вовне или внутрь в себя. Это, в принципе, по невербальным признакам тоже так или иначе отслеживается, потому что при разговоре с другим человеком, экстраверт, опять же, он все равно, даже если он очень спокойный, очень тихий, он все равно очень сильно сосредоточен на том, что происходит вокруг. Он отслеживает обстановку вокруг себя, он замечает, что происходит не только вот в этом пространстве общения этого экстраверта и другого человека, но что происходит еще и вне этого пространства, где-то там вокруг, кто там где зашел, пришел, ушел. В общем, экстраверты всегда отслеживают это, ну, они более к этому чувствительны. Интроверт же, он больше сосредоточен все-таки на себе, и он сильнее себя отделяет от другого человека, и у него вот эта преграда, какая-то граница, она более жесткая, как правило. И, в принципе, при общении, даже если признак проявлен как-то сглаженно, при определенном опыте это видно. Но, тем не менее, признак только один из, и в идеале использовать все три, когда вы пытаетесь определить экстраверт-человек или интроверт. Второй признак вербальный, то есть вот эта позиция, установка психики на внешний мир или установка психики на внутренний мир, она озвучивается. И если вы внимательно смотрите интервью человека, особенно специальное, соционическое, по специальной анкете, вы довольно, ну, опять же, требуется, всегда требуется опыт, всегда требуется какая-то тренировка, но, в целом, это можно научиться отслеживать и видеть. В прошлом видео о том, кто считает себя интровертами, мы немного об этом упоминали. Когда экстраверт рассказывает о себе, он всегда рассказывает о том, что происходит вокруг него. И он, потому что он воспринимает себя как часть внешнего мира, и он не проводит вот эту черту. Он, рассказывая о себе, говорит о том, что вокруг, и это для него примерно одно и то же. Не то чтобы одно и то же, так психика устроена, оно само собой получается. Как-то иначе рассказывать о каких-то событиях в своей жизни экстраверту будет просто сложно. То есть это очень автоматическая вещь. У интровертов аналогичная ситуация, они больше сосредоточены на себе и очень четко в своих рассказах даже отделяют себя от внешнего мира. То есть это еще один такой пунктик, мы можем понаблюдать, как человек себя ведет, послушать, как он рассказывает какие-то обычные истории из своей жизни. Вы можете спросить, попросить человека рассказать, как он куда-нибудь сходил, о каких-то событиях. Ну, в принципе, в любой обычной беседе человек какие-то такие истории вам расскажет, и вы можете за ним понаблюдать и сделать какие-то выводы относительно экстраверсии и интроверсии. И последний, третий параметр – это баланс функций. Мы так или иначе об этом упоминали, но никогда не говорили в таком контексте. Если совсем кратко и совсем просто, то экстраверты озвучивают больше экстравертных аспектов, интроверты озвучивают больше интровертных аспектов. Иногда бывает, что этих аспектов поровну, но тогда, опять же, по остальным признакам мы выходим так или иначе на какой-то один тип и четко понимаем, экстраверт перед нами или интроверт. Давайте пример рассмотрим, например, типируем какого-нибудь персонажа, видим четко, что перед нами логик. И аспекты озвучивает следующие – деловая логика, белая интуиция, черная сенсорика и немного черная этика. Вот с таким набором функций мы видим сразу же, что перед нами логик гаммийский, потому что большая часть ценностей гаммийская. И с таким набором может быть только Джек Лондон. И если посчитать, то у нас здесь экстравертных аспектов звучит больше, чем интровертных. Ну и в принципе, если предполагать, например, каких-то других логиков, Бальзака мы предположить не можем, потому что черную этику Бальзаки не озвучивают. Можем мы предположить гаммлета с таким набором аспектов, но тогда мы должны видеть, что это этик, а не логик. А здесь мы уже увидели, сделали вывод о том, что именно логика у человека выражена ярче и проявлена ярче. Поэтому получается только Джек Лондон и только экстраверт. Если, например, опять же мы видим, что перед нами логик, но звучат немного другие аспекты – белая интуиция, черная интуиция, черная сенсорика и немного черной этики. Опять же, с таким набором мы можем предполагать либо Джека, либо гамлета. Но опять же, если мы видим, что перед нами четко логик, то мы опять же выходим только на Джека. И если считаем аспекты, то здесь у нас уже… А, ну здесь тоже такая же аналогичная ситуация. Черненьких экстравертных аспектов озвучивается побольше. Ну, я сейчас рассказываю такие случаи с практики вот Джеки и какие аспекты они озвучивают больше всего. Ну и, например, другой вариант тоже возьмем Джека, видим, что это логик и озвучивается белая интуиция, белая этика, деловая логика и немного черной этики. Опять же, мы выходим только на Джека в этот раз, потому что белая интуиция, там, в связке с белой этикой, это… Ну и если мы видим, что это логик, это указание, опять же, стопроцентное на гамма-квадру. И аспектов, в данном случае, белых и черных, у нас поровну. Но, опять же, по остальным признакам и в общем контексте типирования мы четко видим, мы сходимся до одного типа и четко понимаем, что перед нами экстраверт. Вот такие три параметра для уточнения экстраверсии и интроверсии. Пробуйте, экспериментируйте и пишите о своих мыслях и выводах в комментариях. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»